Погнали, всем привет. Меня зовут Иван Варивода. Я работаю в компании Rike. И сегодня я бы хотел с вами поговорить на такой вопрос, точнее ответить, почему мы считаем, что хороший флаки-тест — это незапущенный флаки-тест. И прежде чем перейти к рассказу, я бы хотел всех поблагодарить, кто смотрит этот доклад, уже достаточно поздно, и я искренне надеюсь, что каждый сегодня сможет что-то интересное для себя вынести с этого доклада. И прежде чем перейти к плану, давайте немножко познакомимся. Еще раз, я Ваня Варивода, автоматизации около 4 лет, работаю в компании Rike больше 2,5. Там занимаюсь разработкой и развитием нашего тестового фреймворка и инфраструктурой по автоматизации. Ну и как вы можете видеть по этому фото, я люблю кататься по знаменитым петербургским заснеженным склонам на доске. Да, ну я думаю, что для знакомства хватит. Давайте перейдем к делу, и я расскажу, о чем вообще пойдет сегодня речь. Значит, план у нас такой. Для начала я расскажу, что такое флаки-тесты, чтобы мы были все на одной волне, и поговорим, а почему они вообще плохие, чем они плохие. Немного по капитанию. Дальше я расскажу, а как вообще бороться с флаки-тестами, какие есть основные способы для борьбы, кто как с ними работает. Дальше мы поговорим, что такое тестовый карантин, из чего он состоит, зачем он нужен, и как он вообще может нам помочь при борьбе с флаки-тестами. После этого я немножко расскажу про реализацию тестового карантина. Будет пару примеров, и ссылочка на GitHub, где можно будет посмотреть некоторые интересные примеры. Дальше мы поговорим, как это можно дело улучшить и развить, в том числе про автоматизацию карантина и мониторинг. Ну и в конце я покажу небольшие результаты, которые у нас есть, и мы немножко порассуждаем на этот счет. Вот. План такой. Погнали. Значит, давайте для начала разберемся, чем плохие флаки-тесты и что такое вообще флаки-тест, чтобы быть на одной волне. Итак, под флаки-тестом мы будем подразумевать тест, который падает случайным образом, и его падение не связано с проверками, для которых он был написан. Например, у вас тест не дождался какого-то элемента на странице и завалился, хотя должен был проверить, например, сортировку какого-нибудь списка. Или, я не знаю, ваш тест, например, отказывается работать с 14 до 18 дня, у него это не рабочие часы, или он не работает, скажем, первую пятницу месяца марта. Такое тоже бывает. Или, например, ваш тест ошибается с кликом, всплывает какая-нибудь менюшка при нужном разрешении определенном, и ваш тест вместо того, чтобы кликнуть в кнопку, кликает в эту менюшку и, собственно, не проходит. Почему это все плохо? Ну, вот у нас есть флаки-тесты, они как-то там появляются периодически, мы смотрим на них и даем там зеленый свет, чтобы продолжать нашу работу и катить наш продукт дальше. Почему это плохо? Давайте немножко про статистику поговорим. Есть такая организация, DevOps Research and Assessment, DORA. Это американская исследовательская организация, которая занимается исследованиями в области информационной трансформации. И она выпускает периодически такие репорты, в которых есть много всего интересного. Например, в репорте 2019 года была вот такая вот картиночка. Здесь можно видеть распределение компаний IT по различным критериям. То есть, например, low-performers 15%, 37% medium-performers 48% high и 7% это элита. Это было в 2018 году. Что вообще это все означает? У них есть такое определение, достаточно большое и сложное. Я не предлагаю его сейчас читать. Просто нужно понимать, чтобы стать, например, компанией элитной, нужно удовлетворять определенным критериям. Например, есть такой критерий, как deployment frequency. То есть, насколько часто вы можете деплойить. Например, компании, которые low-performеры, они должны деплоиться от одного месяца до полгода. Medium, соответственно, от раз в неделю до месяца. High – от одного раза в день до раз в неделю. И элита должны деплоиться вообще на демант по запросу и поставлять пользователю новые фичи, новый инкремент продукта. Каждые, не знаю, два часа. В общем, минимум раз в день. И фишка в том, что вот в 2018 году таких компаний было 7%, а в 2019 уже стало 20%. То есть, на самом деле, за один год, причем это прошлый год, да, позапрошлый, вернее, количество компаний таких выросло на 13%. И сейчас действительно никого не удивишь. Ежедневным деплоем для многих это уже норма и такой стиль жизни. И для того, чтобы понять и перейти к проблеме, давайте немножко рассмотрим основной пайплайн. Как вообще выглядит пайплайн поставки какого-то инкремента нового пользователям, да, немного абстрактно. Значит, сначала происходит какой-то коммит, запускаются какие-то юнит-тесты разработчиков, а после этого выполняется деплой на определенные стейджи для тестирования, да, запускаются наборы функциональных тестов, интеграционных тестов, и после этого выполняется деплой нашего продукта, нового инкремента на продакшн. И далее, соответственно, прогоняются какие-то по возможности смоки на проде. Мы просто понимаем, что у нас там все хорошо, ничего не горит, ничего не развалилось. И понятно, что в этой цепочке, в этом пайплайне пойти может что угодно не так, да, там, начиная от каких-то изменений, компиляции, заканчивая, не знаю, результатами на продакшне. Но мы сегодня будем фокусироваться вот на этой части, а именно на интеграционных тестах. И будем решать следующую проблему. Интеграционный тест на самом деле это Selenium тесты или какие-нибудь API тесты, они достаточно часто плачат. То есть они моргают и являются флаки-тестами. И интернет на самом деле пестрит множеством картинок, множеством боли, да, связанных с этой проблемой. Одна из них, которая мне понравилась сейчас перед вами. Вот. И многие борются с флаки-тестами, много статей на этот счет написано. Какие вообще есть, собственно, способы основные. Возможные решения. Ну, например, все модные ребята используют фреймворки для автоматизации. Например, Selenium, HTML элементы или прочее. Эти фреймворки позволяют вам делать какие-то обертки над какими-то действиями, там, кликами. И они ожидают элементы, либо дополнительные какие-то действия производят, чтобы ваши тесты были стабильнее по дефолту. Или вы можете, например, улучшать качество тестов за счет какого-то статического анализа или кода ревью тщательного и, не знаю, PMD правил и вот этого вот всего. Ну, или делать, как все настоящие инженеры крутые. Ну, просто перезапускаем тест. Он упал, давайте его еще раз перезапустим, а вдруг он пройдет. И тогда можно ехать на продакшен. Вот. И все это у нас было и есть, но почему-то интеграционные тесты все равно продолжают плачить, моргать. Как бы сильно мы не вкладывались вот в все эти решения. И для того, чтобы лучше понять, почему мы пришли к такому решению, про которое я буду рассказывать, я сейчас немножко расскажу про то, что такое вообще Райк. Райк — это американская компания, которая разрабатывает продукт одноименный, да. Это веб-приложение, которое позволяет командам эффективно управлять, взаимодействовать по работе. То есть это project management система, грубо говоря. В ней огромное количество различного UI. Например, есть дашборды, есть live-эдиторы, позволяющие в прямом одновременно пользователям различным редактировать документы, работать с ними, выполнять разные действия над задачами и прочее. Есть гончарты, таймлайны, соответственно, которые тоже нужно тестировать. Есть различные таблички, много-много-много этого всего UI и много логики. И как следствие, у нас достаточно много Selenium-тестов, их более 20 тысяч. У нас все в порядке, с нами все в порядке, точнее. Эти тесты, они просто атомарные и независимые, поэтому их так много. То есть мы предпочитаем писать много тестов, которые, если падают, мы сразу знаем причину падения, потому что написано в заголовке этого теста. И, соответственно, это нам позволяет диплоиться минимум раз в день. Как правило, это чаще. И ежедневно у нас запускается порядка 100 тысяч тестов. И мы, как никто, знаем, как флачат, моргают данные тесты. И я ровно поэтому и сейчас говорю. Вот. Смотрите, это обычная картинка, которую мы раньше видели. Значит, мы хотим запустить какой-то набор тестов большой. Наш регрессионный, скажем, самый большой, состоящий из 9600 тестов. И у нас там упало 22 теста. Причем, скорее всего, эти тесты, ну, не по делу упали. Вот. И такой, как сказать, шок-контент мы видели чуть ли не каждый день. И, понятное дело, мы постоянно работали над стабилизацией тестов. Мы их чинили, пытались разбираться. Но в какой-то момент мы осознали, что мы просто не успеваем их чинить. То есть они прибавляются, да, они постоянно отстреливают. И мы их разгребаем, но не успеваем. И мы стали думать, а может, есть какое-то еще решение, да, более крутое, чем рераны тестов. И нам пришла в голову такая идея. Давайте мы примем эти тесты такими, какие они есть. И будем учиться с этим жить. Что я подразумеваю под этим? Будем работать в два шага. Вначале мы будем отслеживать и искать оперативно флаки-тесты, моргающие тесты. После этого их будем также изолировать, то есть выключать из общего прогона, делать так, чтобы они не запускались. А дальше мы будем их оперативно фиксить, чинить и уже работать над их стабилизацией. То есть если эту идею визуализировать, да, то можно представить себе, скажем, пит-стоп, какую-то кольцевую гонку, да, где гоняют вот эти машинки. Машинки — это, считайте, наши тесты, которые со временем приходят в какую-то негодность. То есть там у них резина перегревается, бензин заканчивается. Мы же их не обслуживаем на ходу, правильно? Мы их отгоняем в пит-стоп, где они не крутятся, не работают. Красные ребята быстро их обслуживают. Здорово. И они возвращаются обратно в бой, в работу. Примерно такая же идея и у нас была. И здесь важно понимать, когда мы говорим про изоляцию тестов, про баланс, про такие весы. На одной чаше весов у нас покрытие тестами, а на другой чаше весов у нас скорость и стабильность прогона. То есть здесь важно понимать, что если мы, скажем, выключаем какие-то флаки-тесты, то мы, понятное дело, страдаем в покрытии и, возможно, мы рискуем пропустить какой-то баг. Но если у нас покрытие достаточно хорошее, плотное, да, то мы можем пожертвовать, скажем, несколькими тестами и сделать наши прогоны быстрее, стабильнее и иметь возможность автоматически деплоить наши новые инкременты продукта. Вот. И когда мы стали реализовывать эту всю историю с изоляцией, у нас стали появляться вопросы. То есть, а как правильно изолировать тесты? То есть, это как их размечать, как делать так, чтобы они, скажем, не запускались? Как определять, а вот тест упал? Это тест упал, потому что он флаки и моргнул, или потому что это реальный баг? Потому что это очень важно. Если мы, скажем, выключим тест, который упал из-за бага, то, понятное дело, мы его пропустим, он уидит в прот, и это никуда не годится. Как избежать недопонимания с тоунерами тестов? То есть, у каждого теста есть некий ответственный, который отвечает за скоб, на который написан тест. Если мы начнем такие тесты изолировать каким-то образом, то нужно сделать так, чтобы эти ответственные тоже были в курсе и имели об этом знания какие-то. Как контролировать изолированные тесты? То есть, мы там наизолировали, мы выключали наши тесты, да, нужно понимать, а что с ними происходит там? Вот они больше не работают, и что? Что с ними делать теперь? И кто и когда должен выключать тесты? То есть, это в ручном режиме или это автоматический режим? Какие критерии для этого? И когда мы стали отвечать на эти вопросы, мы осознали, что приходим к некому такому понятию какому-то, которое мы назвали тестовый карантин. И сейчас я дам ему определение и расскажу, из чего он состоит. Итак, тестовый карантин для нас – это комплекс ограничительных мероприятий, направленных на изоляцию флаги тестов и их контроль. Тестовый карантин состоит из механической части и аналитической части. В механической части у нас следующие вещи. Это разметка флаги тестов или изолированных тестов. Это механика, которая позволяет игнорировать запуск этих тестов. Также механизмы, которые позволяют запускать только изолированные тесты, чтобы контролировать эти флаги тесты в песочнице, грубо говоря. И механизм помещения и извлечения тестов в карантин и из карантина соответственно. И аналитическая часть. В аналитике у нас механизм определения того, что тест является флаги. Критерии по изоляции тестов, то есть когда мы понимаем, что тест нужно изолировать. И также критерии по возвращению теста из карантина обратно уже в бой, в работу. И я предлагаю сейчас немножко подробнее пройтись по первой части, а именно по механике, привести некоторые примеры, показать, как это можно реализовать. Погнали. Итак, начнем с разметки. Здесь достаточно просто. Разметку можно выполнять, на наш взгляд, несколькими способами. Например, можно выполнять разметку в коде ваших автотестов. Можно ее делать на уровне TMS, потому что ваши сущности в TMS, они как-то связаны с автотестами. Или разметка в другой внешней системе. Сейчас я подробнее по каждому пункту пройдусь. Но если говорить про разметку в коде, тут достаточно все просто. Если вы, например, пишете на Java, и вы пользуетесь каким-нибудь популярным фреймворком тестовым, например, Genit 4, то там из коробки есть аннотации, которые позволяют размечать тесты и говорить, что они, ну, особенно их игнорируют. В случае четвертого Genit это ignore. В случае с пятеркой Genit 5 это возможность тегировать ваши тесты какими-то новыми тегами и потом управлять этим запуском. То есть тут вроде все понятно и просто. Когда мы говорим про разметку в TMS, то обычно любая TMS имеет какие-то кастом филды, какие-то лейблы, за счет которых можно пометить тест как флаки, либо изолированный. То есть мы, например, пользуемся у себя в компании Allure сервером, и в Allure есть такая функциональность как Mute, то есть это некая характеристика теста, то есть он замьючен, у него есть там какой-то Mute. То есть для того, чтобы тест выключить, нам нужно что сделать? Нам нужно указать название этого Mute, мы туда обычно причину указываем, записать некий идентификатор задачи, я потом расскажу, что это такое и зачем это нужно, ну и потом нажать на кнопку Submit, после чего у нас тест, грубо говоря, будет изолирован. Если мы говорим про разметку в другой внешней системе, то если, к примеру, вы пользуетесь в артефакторе, то можно собирать, скажем, артефактики со списком всех изолированных тестов и их деплоить ежедневно и при сборке вашего проекта пользоваться информацией оттуда. Или, например, я не знаю, вы можете хранить это в баске или в файле, но на самом деле есть где разгуляться, можно много чего использовать. Давайте теперь перейдем к механизму игнорирования запуска. То есть, если мы говорим про игнорирование запуска для разметки в коде, тут тоже все достаточно просто. Если мы пользуемся фреймворками, они с коробки такую возможность обычно предоставляют. То есть, например, для четвертого G-юнита, для аннотации Ignore, если вы повесите на тест на аннотацию Ignore, то при запуске теста ваш тест внезапно заигнорируется, то есть он не запустится. То есть механизм изоляции уже из коробки есть. Если мы говорим про разметку в ТМС или внешней системе, то здесь немножко интереснее. Сейчас будет завораживающая схема просто. Значит, у нас есть набор автотестов, да. У нас есть некая ТМС, в которой хранятся тест-кейсы. И мы храним в этой ТМС информацию о том, какие из автотестов являются у нас изолированными. Нам в этом случае нужна некая новая сущность, например, назовемая тестовый раннер, которая делает следующее. Тестовый раннер получает список всех изолированных тестов при каждом запуске актуальной из ТМСки, идет в наш набор тестов, которые мы хотим запустить, и игнорирует все тесты, которые у нас являются изолированными. Здесь, на самом деле, я накидал пару примеров для четвертого и пятого G-юнита на гитхабчике свое. Можно вот по этому QR-коду перейти или посмотреть внизу на ссылочку. Там достаточно простые примеры, которые показывают, как это можно сделать просто. Там уже все готово, подключайте, и на примере можно использовать. Теперь давайте перейдем к механике запуска только изолированных тестов. Напомню, это тоже важно. Нам важно не только игнорировать флаки-тесты, но и их уметь запускать. В этом случае тоже мы можем и пользоваться нашим тестовым раннером, поскольку мы его так или иначе пишем для ТМСок или внешних систем. Но в этом случае он будет работать в инверсированном режиме. То есть если мы знаем, что вот эти вот тесты, они изолированы, то мы должны сделать инверсию, понятное дело, и теперь запускать только изолированные тесты. И, например, неким флажком для переменного окружения, ну, использовать переменное окружение с флажком для тестового раннера, чтобы понимать, в каком режиме он должен запускаться. И за счет этого запускать только изолированные или запускать только нормальные тесты, без изолированных. То есть здесь тоже, в принципе, все понятно. Теперь давайте перейдем к механизму помещения, извлечения тестов карантин и из карантина. Значит, для каждой разметки это будет свое. Соответственно, если мы говорим про разметку в коде, то это модификация кода. С одной стороны, это круто, потому что ваш код является единым источником правды, это здорово. Но с другой стороны, постоянно модифицировать код, если у вас большое количество автотестов, немножко трудновато, и вот мы раньше делали, и потом устали, и решили от этого отказаться. Ну, это очень затратно было. А если мы говорим про разметку в TMS или какой-то внешней системе, то обычно у этой системы есть какой-нибудь удобный интерфейсик или опишечка, через которую можно взаимодействовать и выключать, изолировать или вытаскивать тесты из карантина. Вот. Например, в нашем случае с Allure-сервером мьют-теста выглядит так, из его изоляции. Мы открываем, видим какой-то упавший тест, нажимаем кнопочку мьют вправо-снизу, указываем причину, что с тестом произошло, broken test, очень понятная причина, сразу все понятно. Указали трекер, некий ID-шник задачи, дальше я про нее расскажу. Нажали кнопку submit, все. Тест изолирован, это ручной режим. Также можно тест обратно вытащить его из изоляции, тоже нажав кнопку. Мы сейчас быстро проговорили про механику. Давайте теперь перейдем к аналитике в карантине и углубимся в эту часть. Значит, начнем, соответственно, с определения, как понять, что тест в лаке. Вот смотрите, перед нами некий билд, некая история одного из тестов наших. Он бегал 28 раз, два раза упал. Не знаю, молодец он или нет, непонятно. То есть какие вопросы возникают? А вот два падения, это точно не баги? Мы можем понять это. А что если инфраструктура моргнула? То есть тесты сами окей? Ну, я не знаю, какой-то в нашем стейджинге сервис был недоступен какое-то время, и тест просто не смог получить нужный стейт на страничке и упал. То есть он как бы нормальный, в плане он может работать, но непонятно, что с ним делать в этом случае. Давайте на эти вопросы ответим. Что касается вопроса, а это точно не баги, мы что сделали? Мы взяли и замутили модельный прогон. Вот если посмотреть на картинку справа, есть такие модельные веса, которые определяют настоящие 100 грамм, 200 грамм, например, как бы они вымерены все до десятых, сотых грамм, и мы по ним можем ориентироваться. Мы делаем такие же модельные сущности, только прогоны. Мы запускаем тесты каждую ночь по мастеру нашего продукта, по мастеру нашего фреймворка автотестов, и получаем такую настоящую статистику, как себя наши тесты ведут. Мы ее собираем, анализируем и с ней потом работаем. Таким образом мы избавляемся от тестов, которые падают по багам. Далее вопрос. Тест флаги или инфраструктура моргнула? Для того, чтобы решать эту задачу, мы написали внутри небольшой сервис на спринге с баской. Суть его я сейчас расскажу. Значит, мы постоянно берем все трейсы падений, которые встречаются у нас при прогонах, их анализируем, составляем некие идентификаторы падений по этим трейсам, определяем, какие же... заносим идентификаторы в базу, новые, да? То есть мы всегда знаем, что у нас в базе уже есть набор каких-то идентификаторов, и мы знаем, каждый из них относится к инфраструктурному падению или нет. То есть у нас ежедневно добавляются какие-то новые трейсы, и мы их, грубо говоря, просматриваем сами, да, и говорим, что вот этот трейс такого вида, он инфраструктура. И после этого мы можем по опишке ходить в этот сервис, отдавать нам трейсы и понимать, а флаги тест или нет. То есть это позволяет нам очищать падение тестов и понимать по ним, флаги или нет. Дальше давайте перейдем к тому, как определяем, что тест нужно изолировать, то есть критерии. У нас есть несколько критериев. Первый критерий звучит следующим образом. Тесты, которые не работают из-за багов в продукте или их сломали в мастере. То есть такое бывает, скажем, какой-то тест перестал работать, потому что пропустили какой-нибудь там, не знаю, минорчик по каким-то причинам, да, ну или просто написали тест, который изначально не работает, но потом он должен заработать. Нам такой тест нужно изолировать, понятное дело, он работать не будет. Или критерий номер два. Мы изолируем все нестабильные тесты. То есть мы берем success rate и говорим, что success rate, у нас есть какая-то внешняя планочка, и все тесты, у которых success rate ниже этой планочки, мы изолируем. Мы их не допускаем в наших прогонах. И критерий третий можно накрутить. У нас он тоже есть. Мы выключаем все очень долгие тесты. То есть есть там какие-то старые интеграционные кейсы, которые могут занимать там, скажем, больше двух минут. И мы говорим, что такие тесты мы тоже не готовы держать. Нужно работать над их дизайном и что-то с ними делать. Мы их тоже выключаем. А дальше давайте поговорим про критерии возвращения тестов из карантина. И прежде чем эти критерии озвучить, я бы хотел перейти вот к той картинке, в которой я говорил про вот этот вот идентификатор числовой. Это идентификатор задачи, которая постоянно есть для каждого теста замьюченного, то есть изолированного. В рамках этой задачи будут вестись работы, по завершению которых данный тест будет работоспособен. То есть, возможно, это таска на починку этого теста. Или, возможно, это таска на починку какого-то бага на фронте, который мешает работать данному тесту. То есть за этим важно следить. Почему? Потому что, если мы такие таски будем создавать, то тесты изолированные у нас не потеряются. У нас задачи все в скопах находятся, за каких-то командой. Они знают, что у них такие тесты заключены. И также это является для нас дополнительной информацией для того, чтобы принимать решение, извлекать тесты с карантина или нет. Автоматическим образом. И теперь критерия. Значит, у нас есть несколько критериев. Возвращение тестов. Критерий номер один. Таска закрыта. И последний прогон изолированных тестов успешный. Ну, вот этого теста. И критерий второй. Таска не закрыта. Но тест прошел 10 раз подряд. Мы считаем, что такой тест тоже достоин бегать в первых рядах нашего фреймворка. И мы его обратно с удовольствием вытаскиваем из карантина. Мы сейчас прошли, значит, по аналитике тоже вкратце. И давайте теперь расскажем, что можно еще сделать лучше, как это все дело оптимизировать и улучшить. А именно про автоматизацию карантина и мониторинг. Сейчас поговорим, каким образом мы можем автоматически изолировать тесты и возвращать тесты из карантина тоже автоматически. Начинаем с изоляции. Для этой задачи у нас есть некий сервис опять. Опять же, на спринге написанный. Система автоматической изоляции. Мы ее называем. Она принимает на вход один простой параметр. Это минимальный success rate, который является верхней планкой для всех наших тестов. То есть, грубо говоря, нижний. Ну, да. То есть, грубо говоря, если тест имеет success rate меньше, чем это значение, то мы такой тест выключаем. Что система делает? Она просматривает все новые тесты из модельной сборки, у которых success rate меньше этого значения пограничного. и изолирует данные тесты. Автоматически, потому что, опять же, мы пользуемся там некой TMS, у нее есть API, все это можно накрутить. И помимо этого, она также обязательно оповещает ответственных в наших слаг-каналах. То есть, она присылает сообщения вот в таком виде. Типа 11 тестов были нестабильными на диплое, пожалуйста, с ними разберитесь, мы их изолировали. И там меншины ребят и некие идентификаторы тестов, по которым их можно найти в проекте и с ними поработать. Что касается автоматического возвращения тестов из карантина. Значит, тоже похожая история. Написан отдельный сервис, который называется системой анализа изолированных тестов. И он опирается уже на статистику изолированных тестов, которые крутятся каждый день. И он работает следующим образом. Он ежедневно проверяет все тесты, изолированные, по критериям, про которые я рассказывал выше, для автоматического возвращения тестов из изоляции. И после этого, опять же, обязательным образом оповещает всех ответственных за эти тесты о том, что их тесты снова работают. Это тоже must have. Так выглядит нотификация в Slack, в канале ребят, у которых тесты вновь в строю. То есть 16 тестов было успешно размечено, нотификации, и, соответственно, список тестов, которые вернулись в строй. Теперь давайте я немножко расскажу про результаты, к которым мы пришли с графиком. На самом деле это шутка. Я у Сереги все узнал, Серега мне все написал, и вот этот график. Значит, он простой. Здесь статистика, начиная с начала апреля по середину мая. Красные линии – это количество тестов, которые в нашей системе изолируются автоматически или полуавтоматически. А синие линии – это количество тестов, которые в таком же режиме выходят из изоляции. Какие выводы можно отсюда сделать? Ну, во-первых, эта система работает, и я тут не просто так это все говорил. То есть у нас каждый день, начиная там от 20 до 100 тестов, скачет из изоляции в изоляцию туда-сюда. То есть, грубо говоря, у нас постоянно система отслеживает флаги-тесты, мы их стабилизируем, возвращаем, и это работает. При этом можно заметить, что выключается тестов побольше, чем включается. Это связано с тем, что мы не так давно это все в автоматическом режиме запустили, и у нас эти тесты флаги отслеживаются все новые и новые. Они стабилизируются, и мы надеемся и будем следить за этим, что эти графики, они выровняются, и тестов, которые выключаются, станет намного меньше. Это будет показателем того, что наша система, наши мониторинги, они работают, и у нас флаги-тесты прекращаются. Мы имеем возможность теплоится быстрее, и сейчас, скажем, у нас уже есть некая оценка, которая удовлетворяет все наши автотесты. То есть мы уже прекрасно знаем, что все запускаемые тесты у нас достаточно хороши. А дальше будем просто подкручивать эти гайки, поджимать эти параметры и делать нашу экосистему еще круче и стабильнее. О чем сегодня поговорим? Ну, про вред флаги-тестов был разговор, что это такое вообще, почему они сейчас почему иметь с ними дело плохо. О том, что можно бороться с ними, просто принимая их такими, какие они есть, и что можно вполне себе с этим жить. Также мы немножко поговорили про то, что такое тестовый карантин, из чего он состоит и как он работает, как его реализовать, что нужно знать, какие есть подводные камни, важно про флаги-нефлаги понимать. и также поговорили немного о том, как управлять флаги-тестами, используя мониторинги тестов. На этом у меня все. смотрю на прежде всего. Вот второй,